Вот наконец-то мы добрались до Усть-Ишимского краеведческого музея. Мы побывали в легендарных местах и на берегу Краманьонца, и Новонекольского, и на Козелтуре. То есть в Новонекольском именно здесь 110 лет назад начиналась Омская археология в 1913 году, первые научные раскопки. Ну и о музее, о Краманьонце и об Усть-Ишиме расскажет Александр Сергеевич Голубев, директор музея. Замечательный человек, прекрасный специалист, поэтому Александр Сергеевич, можно несколько слов? Ну музей у нас небольшой, но по составу экспонатов очень представительный. То есть у нас есть экспонаты, которым несколько миллионов лет, так и заканчивая уже советским периодом. Ну и, конечно, часть экспозиции посвящена палеонтологии и усть-ишимскому человеку, конечно, чем славен у нас Усть-Ишим. Конечно, находка усть-ишимского человека. Ну, понятно, что Усть-Ишим давно является некой такой локальной меккой для палеонтологов. Здесь, наверное, самые большие костеносные, скажем так, залежи ископаемых животных, которые когда-то населяли наш край. Мамонты, шерстистые носороги, бизоны, древние лошади, такие экзотичные животные, как заргелия, например, которых мало кто знает. Все это можно найти у нас на берегах рек. Ну, почему на берегах рек? Потому что река сама уже за нас делает всю работу, выкапывает эти окаменелости, а потом откладывает на своих берегах. И можно осенью пройти, собрать это и пополнить фонд музея. А можно немножко поподробнее о усть-ишимском человеке? Чем он знаменит и масштаб, так скажем, этого открытия? Чем он знаменит? Ну, представьте, когда я учился в школе, мне рассказывали учителя, что человек современного вида появился в Африке 45 тысяч лет назад. А затем на северной окраине нашего села находят эту бедренную кость человека, делают радиоуглеродный анализ, и получается, что этот человек современного вида жил в Сибири, уже не в Африке, а в Сибири, 45 тысяч лет назад. То есть, представляете, насколько сдвинулась граница появления нашего вида? Соответственно, раз он сюда так рано пришел, значит, он где-то раньше, намного раньше в Африке появился. Ну и кроме того, не знаю, хорошо это или плохо, но в наших краях холодно. А раз холодно, то в этой кости сохранилась ДНК. Этот ДНК выделили, секвенировали, занимался этим исследованием основатель такой науки, как палеогенетика Сванте-Пааба. Вот, по-моему, в прошлом году ему дали Нобелевскую премию, в том числе за исследования и Устишинского человека. И оказалось, что в ДНК Устишинского человека есть прямо такие хорошо сохранившиеся длинные участки, которые принадлежали уже не Homo sapiens, а другому виду человека, то есть Homo neandertalensis, неандертальцы, как мы их называем. То есть считалось раньше, что они вымерли, не оставив следов, и если наши предки и смешивались с этим другим видом Homo, то об этом говорили как бы так, тихо и неуверенно, что да, возможно, может быть. Ведь теперь же, когда вот расшифровали ДНК Устишинского человека, стало однозначно, да, все-таки наши предки с другим видом Homo грешили и оставляли продуктивное потомство. Получилось, что даже можно было установить приблизительное время, когда произошло вот это вот скрещивание. Это произошло где-то за 15-20 тысяч лет до того, как этот человек появился в Сибири. То есть пока наши предки шли из Африки в Сибирь, они где-то на территории, возможно, Ближнего Востока повстречались с неандертальцами, смешались там с ними, и дальше вот этот устишимский человек пошел на север, и здесь благополучно погиб. Ну и то, что это, собственно, самая древняя находка человека разумного на территории Российской Федерации, об этом тоже как-то, как-то почему-то не особенно вспоминают. Да, то есть есть находки тех же, например, денисовцев или неандертальцев, которые гораздо более древние, чем устишимский человек, но ведь это совсем другой вид. Это не наши предки, ну только там, ну там буквально там на один, максимум 3% генов нам достались от них. А устишимский человек, это все-таки человек современного вида, да, собственно, да, наш предок получается. То есть если его помыть, побрить, одеть, он бы ничем от нас не отличался? Ну как, конечно, конечно бы он отличался, тем более, если бы мы устишиме встретили такого на улице. Все-таки геном же был расшифрован, и сейчас мы уже по ДНК можем сказать, например, какого цвета у него была кожа, какого цвета были глаза, волосы. Сейчас мы это можем сказать. И оказалось, что этот человек был весьма темнокож, ну мы бы сейчас его назвали, ну, негром, не знаю, политкорректно это сейчас говорить так или нет. Вот, у него были курчавые каштановые волосы, и при этом голубые или серые глаза. Вот такая очень странная внешность, то есть на улице бы он явно выделялся. Но, как выясняется, это, в принципе, для тех времен абсолютно такая заурядная внешность, потому что несколько лет назад был расшифрован геном так называемого чеддерского человека, который жил на территории Англии 11-12 тысяч лет назад. И все то же самое. Да, он тоже был темнокожий. Темнокожий, кудрявые каштановые волосы и голубые или серые глаза. Сейчас, да, это, ну, как бы, человек такой очень сильно выделялся. А вот для того времени это было в порядке вещей. А вот светлокожесть и кореглазость, это уже поздние мутации для нашего вида. Спасибо огромное. Спасибо за то, что показали нам эти места замечательные. Вот. Ну, и сейчас, я думаю, что можно посмотреть музей. Да, конечно. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok